Добро пожаловать на утреннее шоу «Персиковое дерево» с DCI. Это отличный способ начать свой день. Надеемся, вам понравится. Всем привет! Добро пожаловать снова на очередной выпуск утреннего шоу «Кафе «Персиковое дерево». У меня есть кофе, а у нас чай. На здоровье! И сегодня прекрасный день, потому что сегодня мы ответим на еще один чей-то вопрос. Но сначала давайте послушаем сам вопрос. Кстати, сегодня среда, 10 июня, и с нами сегодня наш чудесный учитель, замечательный человек, Геша Майкл. И я очень многому научилась от Геша Майкла. И также Су Ген, мой муж. И мне от него никуда не деться, особенно сейчас, во время вируса ковида. И меня зовут Чинь Тьян. И мы все трое счастливы будем с вами поделиться какими-то знаниями, возможно, мудрость в рамках кафе «Персиковое дерево». И давайте приступим, посадим небольшое, но большое семя. Небольшое кафе в Аризоне, в Рим-Роке. Давайте послушаем вопрос. Всем привет! Меня зовут Джей, я живу в Сингапуре. И мой вопрос такой. Я знаю, что нам следует относиться с мудростью и состраданием к проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Но как решить такую проблему, когда родители, заядлые курильщики, едят, что попало, переедают, едят вредную еду в неподходящее время? Спасибо. Итак, у нас вопрос из Сингапура. Аджей. И он спрашивает, как остановить отца, который любит курить, много есть, особенности вредную еду. И особенное происходит, когда Джей это видит постоянно и встречается с своим отцом. Вот такой сложный вопрос, Кешила. Да-да. Как сделать так, чтобы кто-то другой перестал что-то делать? Это очень сложный вопрос. Да, может, я первая поделюсь своими соображениями по этому вопросу. Мы часто видим вокруг себя людей, которые делают не то, что бы мы хотели, а не делали. Например, они курят или едят вредную еду. И вот твой вопрос, он такой же, как мой сын задал мне вопрос однажды. Мама, почему ты не можешь есть в определенные часы? Почему ты не ешь здоровую еду? Тот же самый вопрос. Что я могу сказать? Да, как мы видим, как мы можем это изменить? Например, что кто-то ест нездоровую еду, Может быть, надо начать нам с себя, прежде всего, начать есть здоровую еду. И когда мы видим, что у человека какая-то зависимость, он не может бросить курить. Может быть, нам надо поискать у себя, какая у нас зависимость. У меня есть. Мои дети начали играть в игры, и я никак не могла остановить это. И тогда я решила у себя поискать, какая у меня есть зависимость. И тут надо спросить, лучший вариант это спросить своего мужа Сугена. Какая у меня есть зависимость? Да, у меня есть зависимость, небольшая. Например, я люблю мазать руки маслом, который очень сильный аромат имеет, а потом вдыхать его, но никому в семье это не нравится. И я перестала это делать. Может, Гешила, у тебя есть какой-то прекрасный ответ на этот вопрос? Мой главный ответ – это ковидный животик. Я наблюдаю за тем, как у всех моих друзей появляется ковидный животик из-за того, что все мы дома сейчас находимся на изоляции. У нас у всех дома есть холодильники, теперь это как алтарь для нас. Мы к нему подходим каждые полчаса, проверяем, что там есть. И я обнаружил, что ем все больше и больше и больше. И я увидел, что мои друзья тоже набирают вес, становятся больше и больше. И я подумал, что это выглядит не особенно. И потом я подумал, что с точки зрения системы DCI, как сказала Шинтьян, надо изменить себя. Если я изменю себя, поменяю свои семена, я стану видеть, как другие люди вокруг изменились. И я решил, что постараюсь уменьшить свой ковидный животик. Я не могу совсем от него избавиться, хорошо? Но я решил уменьшить его размер. И стал питаться немного лучше. Не на 100% лучше. И стал больше заниматься спортом каждый день. И люди вокруг тоже начали меняться. И я согласен с Шинтьян, что если я хочу изменить моих родителей, если у Джей есть такая проблема, что его родители курят. Мои родители оба умерли по причине курения. Так что я ценю этот вопрос. Это хороший вопрос. Это означает, что он заботится о своих родителях. Это очень прекрасно. Так что я бы посоветовал, Джей, посмотри, может быть, у тебя тоже есть ковидный живот появился. Может быть, у тебя есть какая-то другая небольшая зависимость, из-за которой ты сажаешь такие семена, что видишь своих родителей такими. Что скажешь, Суген? Что бы ты сделал? Если помните, в понедельник Шинтьян говорила о применении секретных практик, чтобы просить детей приготовить для нас еды. И я согласился. Мне было в радость это. И семя созрело самым прекрасным образом. Вдруг на прошлой неделе, нет, 10 дней назад, неожиданно мой 10 дней назад, мой младший сын. Ему нравится заниматься спортом, как и всем моим детям. И он как-то был в спортзале и стал ни с того ни с сего неформальным тренером для своих одноклассников. Можете его отправить в Аризону? Конечно. Я думаю, что за несколько дней до моего дня рождения я понял, что это была такая уловка, как меня отвлечь от холодильника. Он пришел в мою комнату и сказал, «Папа, у тебя ковидный живот, тебе надо что-то с этим делать». И с этого момента он меня заставляет делать приседания и отжиматься. 10 приседаний, 10 отжиманий. Потом перерыв полчаса и снова занятия. И благодаря этому я заметил, как растут мышцы. Я прихожу в форму. Он меня постоянно контролирует. Ты сделал приседания, ты сделал отжимания. Сколько раз? Вот таким прекрасным образом раскрылись семена. На самом деле, я чувствую себя гораздо лучше. Я, конечно, не горю желанием делать упражнения, но это помогает мне быть в форме. Я думаю, то, чем поделилась Синтьян в понедельник, действительно работает. Я думаю, есть разные способы. И когда мы действительно любим своих родителей или свою семью, можно проявить творчество и придумать, как можно посадить такие семена, чтобы видеть их другими. начать с себя заниматься упражнениями. Дешла, что ты думаешь? Я думаю о невидимых зависимостях. Мне кажется, у Джей нет серьезных зависимостей, пристрастия к еде. Я думаю, он не курит. Может быть, у него есть какая-то невидимая зависимость или неявная. И мы помним, что из маленького семени вырастает большое дерево. Что вы об этом думаете? Какие у нас могут быть зависимости, которые мы сами можем не замечать? Много таких, может быть, вещей. Например, иногда пить, это очевидно. Например, когда я был в средней школе, у меня была зависимость от Кока-Колы. Мне было необходимо выпить бутылочку Колы во время каждого перерыва. А в наших средних школах их было два. И я не понимал, что это зависимость. Я просто думал о том, что она приятна на вкус. А потом я понимаю, что это была на самом деле зависимость тогда. Я не мог обходиться без Кока-Колы. Есть какие-то вещи, которые делают все вокруг. И нам не кажется, что это что-то плохое, потому что все делают так же. Возможно, это можно считать невидимой зависимостью. Да, я думаю, некоторые люди, я ту зависимость называю низкой самооценкой. У многих женщин есть эта зависимость. Они думают, я недостаточно хороша, я недостаточно красива, недостаточно умна. Может, у нас есть такая зависимость. Это такая разновидность зависимости, думать, что мы недостаточно хороши. Я вот вам скажу по секрету, потому что Вероники сегодня нет. Она готовила ужин. Мы готовим по очереди. И каждый раз, когда ее очередь готовить, она, ставя ужин на стол, говорит, не очень получилось. А я говорю, просто все прекрасно. Она отвечает, нет, 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 не очень вкусно. Мне кажется, это становится зависимостью. Говорить, я не очень хороша, мой ужин не так хороший и так далее. Мне кажется, это очень неочевидная зависимость. Да, да. И мужчины тоже. Я не такой значимый. Люди не обращают на меня внимания. Вот зачем нужен день папы, верно? Да, нам нужен день папы. А когда у вас день папы? Третий выходной июня. Так что через две недели это будет. Где-то через две недели. Я давно вас двоих знаю. Хорошо, мы давно дружим. Я знаю, что у вас близкие отношения с родителями. Я знаю, что отец Сугену умер не так давно. Если бы ваши родители делали что-то, что для них вредно, что бы вы сделали? Какие практические действия вы бы предприняли? В последнее время из-за вируса мама раньше вела очень активный образ жизни, встречалась с друзьями, занималась спортом, ходила много. Но из-за ковида они не могли встречаться совсем. Было запрещено законом собираться вместе. Она продолжала заниматься самостоятельно. Мы были рады. Но дома ей было абсолютно нечего делать. И мы ее познакомили с Нетфликсом. О, это огромная ошибка. Я сам познакомился с Нетфликсом. Теперь это занимает два часа в день. Но я думаю, это неплохо, потому что, по крайней мере, она смеется. Мы ей дали доступ только к позитивным фильмам, комедиям. Конечно, мы стараемся напоминать ей. Спрашиваем, сделали ли она то или это. Но вот Нетфликс ей подключили. Я думаю, это хорошо. Она много смеется теперь. И ей весело. И там всякие детские фильмы есть. Вы с ней видитесь? Да, мы живем вместе. О, тогда вам проще. Да, мы у нее просим разрешения воспользоваться ее комнатой, когда нам надо видео записать. Мы говорим, мам, надо нам видео записать. Можешь нам дать свою комнату на два часа? Она с нас будет плату снимать за использование комнаты. Что касается меня, я стараюсь делать так, чтобы она брала на себя ответственность за себя. Мы вместе занимаемся йогой. Еще до ковида я ее научилась заниматься йогой. И она говорит, это же здорово для всех людей. И начала приглашать подруг, одну, другую. И вот уже у нас полный дом старших, взрослых людей. Может, можно как-то запустить какие-то механизмы с помощью совместной деятельности, делая что-то для здоровья совместно. Вы постоянно говорите уловки, уловки. Я знаю, что это такая идея из буддизма, упая, верно? Да. Может быть, вы поясните, что конкретно означает? Суген, может быть, ты пояснишь? На языке это означает, что мы просим кого-то сделать что-то, что для них полезно, но не напрямую. А они этого не осознают. Да, здорово. Я думаю, это один из способов Гешула. Сейчас уже время заканчивать, подводить итоги. Давайте каждый по одной рекомендации озвучит. Может быть, Гешула, ты начнешь первым? Да, я просто украду идею Шинтьян, и эта идея Джей применима ко всем зависимостям. Если мы их видим вокруг, это значит, что у нас самих они есть. И семя намного меньше дерева. У тебя точно есть какая-то очень небольшая зависимость, и тут не может быть какая-то борьба. Тебе не надо кричать на родителей, спорить с ними. Просто постепенно избавься от своих маленьких зависимостей. У нас у всех они есть. Если мне кто-то скажет, что у него нет никаких зависимостей, я знаю, что они не говорят правду. У меня есть, у вас есть, у всех есть. Так что следи, какая есть у тебя, покончи с ней и посвяти это своим родителям. Что думаете, ребята? Да, у меня такая же проблема, но я обнаружил, что после того, как я сделаю свои отжимания и приседания, я уже не хочу есть так сильно снова. Полагаю, моя рекомендация будет такая. Возможно, перед приемом пищи Джей пригласит своего папу на прогулку, чтобы была какая-то физическая активность. Первое, это отвлекает. Второе, когда энергия Чи течет по центру, мы не переедаем. Это я на своем опыте понимаю сейчас. Здорово. Синтян, что ты скажешь? Очень хорошие рекомендации. Мне остается только сказать, нам нужно принять ответственность за свои страдания на себя. Мы должны думать о том, что мы можем улучшить в своей жизни, если мы не можем обнаружить сами, надо прислушаться к тому, что нам говорят окружающие, признавать это и улучшать это в себе. Вот такие три рекомендации мы можем дать Чею. И надеемся, что ты поработаешь над собой, сохраняя теплые чувства к своему папе. И все от этого только выиграют. И мы действительно надеемся на это. И ты будешь продолжать любить своего отца, несмотря на... И прежде чем закончиться, мы покажем завтрашний вопрос. Следующий вопрос на завтра. Подождите, я думаю, что завтра у нас будет... У нас будет спецвыпуск. Завтра четверг, верно? Завтра у нас спецвыпуск с тремя особыми гостями. Три наших друга DCI, Брайан Мендоса, Фера Хеменес и Кейти Фетч. У них у всех есть личный опыт с COVID-19. Бабушка Брайана попала в больницу. Папа Фер, с которым у нее очень теплые отношения, попал в больницу. И Кейти сама переболела. Я подумал, что будет интересно. Мы вчера немного с ними общались уже. Я сам не заболел. И никто из моих друзей не болел, и я их не знаю. И мне интересно, чего ожидать. Я не знаю, что ожидать. Завтра мы продолжим разговор на эту тему, хорошо? Вы продолжите беседу, да. Это здорово. Тогда мы приглашаем всех присылать вопросы. На сидquestionsобакадаймондкатаинститут.com Присылайте селфи-видео в вертикальном формате. Максимум 30 секунд. Я надеюсь, что вы все уже побежали писать вам нам вопросы. Все участники передачи «Кафе Персиковое дерево» стараются действительно погрузиться и найти ответы на ваши вопросы. И еще присылайте свои плейлисты на musicmistsobakadiamondcarinstitute.com длительностью 60 минут. И посмотрим, чей плейлист победит. Да, вы знаете, много-много людей присылают плейлисты, и они прекрасны. И у меня очень приятная работа прослушивать их. Они замечательны. В ближайшую пятницу... Вы опять будете участниками шоу, верно? Да, да. И мы объявим победителя. И на сегодня все. Увидимся снова в следующих выпусках утреннего шоу «Кафе Персиковое дерево». Не забывайте пить чай, получать удовольствие, изучайте то, чем мы с вами делимся. Пока, до скорых встреч! Спасибо, что смотрели наше утреннее шоу «Персиковое дерево». До новых встреч!